Видите, как здорово меняет сознание, когда мы очищаем свое существование. Вокруг нас тоже все меняется, и поведение близких людей меняется. В чем проблема? Если человек не считает себя призванным к исполнению посольства, миссии, он не может быть просвещенным человеком. Китайская мудрость. Это очень важно. Это последнее вот в этой теме, то, что я выбрал, развитие личности. И это самое важное. Человек может развиваться только для кого-то. Если нет миссии, нет жизни. Хотя бы для сына. Я хочу развиваться хотя бы для того, чтобы он прожил жизнь правильно. Хотя бы для мужа. Хотя бы для кошечки. У меня есть одна знакомая, у нее никого нет, кроме трех кошек. И она кормит их освященной пищей. Хотя бы для кошечки развивайся. Но если у тебя нет миссии в жизни, значит нет жизни. Человек не может жить для себя. Это невозможно. Миссия означает, что Бог вдохновляет тебя, вкладывает какие-то силы. Он на тебя надеется. У человека есть две судьбы. Одна судьба — это карма. Что такое карма? Да, это то, что вот приходит время и приходит. То, что происходит само собой. Карма всегда действует в разных возрастных периодах по-разному. Маленький ребенок, у него своя карма. У него карма развиваться, испытывать детские обиды там и все прочее. Дальше человек, оп, 14 лет исполнился, половые гормоны пошли, все. Первая любовь моя земная, Удро моих глаз. Ну, другая карма пошла. Ну, человек, который совсем пожилой, как бы, если он поет «Первая любовь моя земная» с клюшкой, значит, у него что-то не то с мозгами происходит. У него другая карма уже. Он должен давать людям знания, он уже старый. У него есть как мудрость, он прожил жизнь. В каждом возрасте своя карма. Но есть вторая судьба у каждого человека. У каждого из нас есть вторая судьба. Это то, что ждет от нас Бог. Мы родились здесь для того, чтобы сделать что-то удивительное. Каждый человек. Но если человек сильно поглощен своими проблемами, замуж не могу выйти, ребенок не могу родить, на работу не могу устроиться, Бог будет ждать дальше. И настоящее счастье в жизни человека не появится. Потому что настоящее счастье – это миссия, которую человек выполняет перед Богом. И чем больше он ее выполняет, тем больше Бог в него вкладывает силы. А силы означают и защита, и могущество, и возможности в жизни. И как же эту миссию понять? У каждого человека в соответствии с его конституцией, возрастом, с его возможностями своя миссия. Например, женщина должна дарить людям тепло и заботу – это ее миссия. Мужчина должен защищать людей, защищать общество, быть ответственным, сильным, развитым – это его миссия. Сначала она не оформлена, просто мужчина-женщина не оформлена, потом будет более оформлена. Когда ты начал хоть что-то делать не для себя, ну я ничего не могу для других сделать, ну хотя бы пол помой в подъезде, где ты живешь, ну хотя бы цветочек там посади, ну хоть что-то сделай, ну это-то ты можешь… Ну это же ерунда. Ну сделай хотя бы ерунду. Потом будешь больше делать постепенно. Сначала маленькую гидку поднимаешь, так это неинтересно. Ну потом больше будешь поднимать, будет более… А потом… И поднял целую большую штангу. Почему? Потому что начал с маленького. Миссия развивается человеку постепенно. Она развивается как вширь, так вглубь, так в понимание. Приходит время, и прямо конкретно Господь тебе в сердце говорит, вот видишь, я тебя вел до этого момента, всю твою жизнь. И покажет, как он это делал. Но для этого надо сначала просто понять, что у нас есть две судьбы. Если мы это не поймем, так и будем жить своими нуждами, и эта жизнь будет ужасно, бесполезна и глупа. Ну просто начни хоть что-то делать для других, и потом постепенно ты увидишь, как тебе силы дают, как возможности дают, и жизнь твоя расцветет, как большой красивый цветок. Смотрите, китайская мудрость. Если человек не считает себя призванным к исполнению посольства, миссии, имеется в виду перед Богом, он не может быть просвещенным человеком. Но просвещенный человек, это не тот, который институт закончил. Это тот, который начал жить для Бога. У него появилась миссия, означает просвещенный, свещенный. То есть у него свет появился в башке, а не диплом о высшем образовании. Свет появился в башке. Это значит, что начал что-то делать для других. Свет означает проводником он стал вот этой силой, чистоты. Пошло, 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 пошло. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Когда пошло, тогда человек хочет пораньше встать. Жизнь отдельного человека должна совершенно плотно срастись с общей жизнью человечества. Ибо все творение проникнуто согласием и единством. Это то, что в творении происходит. Но не у нас в жизни. Мы постоянно ругаемся, ссоримся и считаем, что нас обделили здесь. Но это признак того, что мы просто не знаем, как жить правильно, и все. Потому что нас могут быть разные люди окружать в зависимости от нашего развития. Вот меня окружают очень хорошие люди. У меня есть друзей, никто не пьет, не курит, не бросает своих жен, не занимается развратом, не матерится, не ест мясо, и так далее. Вот все, кто меня окружают, такие люди. Хорошее окружение. И вы тоже мое окружение. И вы очень хорошее окружение. Неважно, человек имеет недостатки или нет. Мне не обязательно, чтобы он сейчас стал совершенным. Если человек выбрал правильный вектор, этот человек достоин уважения и даже преклонения перед ним. Мой духовный наставник показывал ученикам два манго. Один зеленый, другой спелый. Спелый манго – это святой человек. А зеленый манго – это тоже манго. Он станет спелым или нет? Вопрос только времени. И он спрашивал, какой вам манго больше нравится? Все говорят, спелый, спелый. Он говорит, а мне оба нравятся одинаково. Потому что этот манго сегодня спелый, а этот спелый будет завтра. Если завтра не будет ничего поспевать, тогда зачем жить? Спелое должно быть каждый день. Поэтому те манго, которые поспевают, они очень ценные. И если сегодня они не делают что-то правильно, то это не проблема. Это, наоборот, хорошо. Это означает, что завтра они будут больше делать правильно, послезавтра еще больше. И это значит, что счастья на земле будет становиться все больше и больше. Так надо относиться к своим родственникам. Если человек со мной просто живет, значит, все хорошо. В чем проблема? Я слушаю лекции, развиваюсь, он тоже развивается. Потому что он не мешает мне это делать. Как во внешней природе, так и в области духовной все явления жизни состоят в тесной связи между собой. Если мы не живем правильно, жизнью наступает война. Веды говорят, все войны кровопролитные человечества возникали только по одной причине. В основном по одной причине. Это убийство животных для того, чтобы их есть. Чем больше мы убиваем животных, тем больше мы копим атмосферу насилия в этом мире. И она потом на нас же слетает в виде несчастных случаев, землетрясений, войн. Приведу простой пример, который очень поучительный. Такие примеры в нашей жизни в основном не встречаются, но в жизни тех людей, которые ведут очень серьезную духовную жизнь, встречаются. Недавно в Гималаеве произошел такой случай. Один храм, очень древний, которому порядка 5000 лет, пытались передвинуть чуть-чуть, не снести, а передвинуть чуть-чуть с того места, где он стоял. Ну, взять его просто вот и по кирпичикам разобрать и собрать потом в другом месте. С того места, где он стоял, чтобы сделать плотину. Нужно было электричество горному району Гималаев. священники отговаривали от этого поступка, но те, кто руководили, руководство этого поселка было непреклонным. В результате высшие силы разгневались на этих людей, потому что храм, святыню начали разрушать. И огромный поток воды смыл начисто несколько селений вместе со всеми людьми. Все погибли. Это недавно произошло. Слышали об этом? Не слышали? Наберите в интернет слово «бадаринадх», «потоп», два слова, и узнаете много интересного. Это буквально несколько месяцев назад произошло. По-моему, даже буквально месяц. Огромная лавина воды обрушилась на эти селения, все смыло там, ничего не осталось. Причина оскорбления святыни. Но в нашей жизни мы не узнаем такие закономерности. Почему? Потому что мы недоразвиты для того, чтобы их узнавать. Например, как мы можем связать войны, которые правопролитные проходят, с убийством животных. Трудно связать. Но веды говорят об этом. Они говорят о том, что чем больше будем насилия совершать над живыми существами, младшими по отношению к нам, тем больше сами будем мучиться. Как? Богу не трудно это сделать. Как во внешней природе, так и в области духовной все явления жизни состоят в тесной связи между собой. жизнь отдельного человека должна совершенно плотно срастить с общей жизнью человечества. Это происходит постепенно. Приходит время, человек развивая себя, он думает, что он просто себя развивает. Если он просто молится, если он просто прощает, просит прощения, он становится ценным объектом всего человечества, которым помогает всем вокруг. Просто, когда человек молитву читает в доме в большом, панельном, пока он не победит настроение всех людей вокруг, он не сможет сосредоточиться на молитве. Понимаете, мы все как в инкубаторе живем психическом, мы все как одно целое, особенно в семье, в квартире. Все спят, а я должен молиться, я не могу, мне это расходить хочется. И он должен восстать против этого, он должен победить своими, но если он побеждает, сон, он дает милость всем родственникам сразу. Ход жизни всех родственников меняется. Понимаете, один человек начал жить правильно, вектор его жизни пошел вверх, все вокруг будут подтягиваться однозначно. Он милость дает всем. Веда говорится, что когда человек очищается полностью от всех грехов и становится святым, 12 поколений до его родственников, которые жили, и 12 поколений после будут очищаться под его влиянием. То есть по их жизни пойдет в правильном направлении. Поэтому так трудно работать над собой, потому что мы все связаны. Понимаете, надо доставать, надо встать и сказать, для чего я живу, для чего пройдет мой день, если он пройдет просто как разрозненные облака, я просто там поработала, здесь, там поготовила, то поделала. Это все бессмысленно. Готовить надо с мыслями о Боге, тогда пища становится освященной, она меняет судьбу родственников. В одно дерево пошло. Вставать надо рано утром для того, чтобы весь день направить в нужное русло, чтобы весь день пошел в одно дерево. Если событие какое-то произошло, мне плохо стало. Вот мне плохо, я еду в метро, мне плохо стало. Почему мне плохо стало? Проанализируй. Да потому что ты просто не хочешь любить людей. Они грустные, злые, едут, и тебе неприятно, тебе стало плохо. Почему? Потому что ты не вложил усилия в них. Видишь грустного человека, желаю ему счастья, это твоя работа. Господь показывает тебе количество той работы, которую ты должен сделать сейчас. Вот увидел сейчас пьяного человека, прости ему, благослови его, это твой объем работы. Если ты делаешь всю свою работу, ты не будешь несчастным. А почему мы родились здесь? А потому что так положено. Почему мы родились сейчас? Потому что так положено. Почему в нашей стране пардак? Потому что мы только этого заслужили. Зачем беспокоиться по поводу правительства? Это наши проблемы. Веда говорится, да начните вся страна вместе начнет молиться и жить правильно. Что произойдет с правительством? Автоматически оно начнет жить по-другому и делать все по-другому. Это само собой происходит. Приводится такой пример. Если человек заходит в алтарную комнату, он будет там матом ругаться или нет? Нет. Почему? Неудобно. Сделайте свой дом алтарной комнатой и там никто не будет ругаться матом. Почему? Потому что неудобно. Ты заходишь везде в цветы изображения а я в одних трусах. Ну будь тогда не в трусах. Будь человеком. Не ходи в трусах перед людьми. Если ты перед святыми не можешь в одних трусах ходить, тогда пойми, почему ты ходишь в одних трусах перед родственниками. Видите, как сразу сознание меняется. Очень просто. Ходи по-человечески перед всеми родственниками. Ты тоже человек и они тоже люди. Уважай их и веди себя почтенно по отношению к ним. Какие-то вопросы по поводу нашей темы сегодняшней развития личности? Да? Он, видите, ничего не боится. я постоянно смеюсь над ним, он ничего не боится задать вопрос. Айген Геннадьевич, хотел спросить такой момент. Почему такое бывает? Я люблю узнавать всякие знания, но в то же время бывает, задаю вопрос, хочу кого-то узнать вопрос, знаю сам на него ответ, но мне нужно какое-то постоянное подтверждение моим ответом. Потому что знание имеет разные уровни. И человек, который действительно хочет развиться как личность, стать знающим, он эти уровни постоянно углубляет. В этом признак талантливости, таланта человека в развитии. смотрите, сейчас вам эти уровни буду описывать разные знания. Я прочитал что-то в газете, но это не меняет мою жизнь. Я узнал, что курить вредно, но я курю. Это означает, что знание проникло в чувства. Мне это интересно, но курить хочется, и бросить не могу. Это значит, знание есть, оно появилось, но оно очень слабое у меня. Второй уровень. Я испугался. Я курю и реально чувствую, что я могу заболеть какой-то тяжелой болезнью. Я испугался. Это означает, что знание проникло в ум. Ум, потому что он или отвергает и принимает. У него два варианта отвергать и принимать, отвергать принимать. Испугался сигареты, отверг сигарету, ум отверг, но хочет курить. Почему он хочет курить? Потому что надо расслабляться. Человек в напряжении живет, не знает, как снимать напряжение. Напряжение означает, что жизнь не хватает счастья. Жизнь идет в неправильном русле. Если жизнь начинает течь в правильном русле, что происходит? Напряжение становится меньше. Смотри, человеку уже незачем курить. Следующий уровень. Знание проникает в разум. Но знание это не что-то отрицательное. Знание не означает надо бросить курить. Это не знание. Это безумие думать, что знанием является то, что надо заставить людей бросить курить. В этом нет никакого знания. Знание означает позитивная вещь. Знание означает, что я должен что-то начать делать в своей жизни, что естественным образом приведет меня к тому, что я перестану курить. Человек не должен бросать курить. Человек должен начать так жить, чтобы ему не хотелось курить. Вот это знание. И на этом уровне, когда человек хочет бросить курить, он узнает об этом, то, что я сейчас сказал. В вкусу. Вкус есть вкус знания. Вкус знания это самый высший вкус. То есть, когда человек получает более высокий вкус жизни, вкус знания, то у него сразу другая энергия жизни проникает в его судьбу. Эта энергия жизни решает все. Например, если я получил вкус к молитве, то у меня вкус счастья возрастает неимоверно в моей жизни. И это означает, что все ненужное отваливается само. Если я получил вкус прощать и просить прощения, то этого уже достаточно, чтобы не курить. Потому что когда человек прощает и просит прощения, у него нет отрицательных связей, он не напрягается. Напрягает только отрицательные отношения. Можно прощать ведь не только людям, а событиям, которые происходят, работе, которая меня замучила. Прощать можно. Всему можно прощать в жизни. Прощать означает принимать. Я принимаю свою судьбу, я согласен, сдаюсь. Бунтует человек, значит напрягается, напрягает, значит курит. Понимаете, о чем я говорю? То есть человек начинает изучать эти вкусы счастья, что есть разные вкусы счастья. Самый примитивный вкус счастья это хватать, хватательный рефлекс. Дай, 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 дай. Вот. То есть дай, 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 дай. Это вот и все животные дай, дай, дай. Ребенок маленький рождается, ему что-то дал в руку, пытаешься отнять, аааа. Вот. Это примитивный вкус счастью. Дай, дай, дай. Это означает, что просто человек не до разу, то у него нет разума. Часто люди, вот даже люди имеют там огромные средства, они уже очень богатые, но разума нет. Дай, дай, дай все время. Нет на-на-на, нет такого. Значит, недоразвитый человек. Потому что когда человек начинает отдавать, тогда он начинает чувствовать то счастье, которое меняет его судьбу. У него вредные привычки отпадают, потому что ему не надо как-то заглушать то, что происходит внутри. Ему и так хорошо, зачем ему курить? меня как-то спросили, Олег Геннадьевич, неужели вы не выпиваете? Я говорю, нет. Ну, вы праздники проводите? Я говорю, да, у нас праздников больше, чем у вас. Ну, а как вы праздники проводите? Там же не весело. Я говорю, у нас весело в тысячу раз больше, чем у вас весело. Потому что вы в таком тумане, в бреду как бы ваше веселье, а у нас с ясной головой. Так с ясной головой в тысячу раз больше веселье получает, чем в бреду. Ну, в бреду что за веселье? Ах, Новый год! Потом все забыл, что было. А можно так же кричать с Новым годом! Бои хорошие! Сразу фотографии потом в фейсбук там везде по всему интернету Олег Геннадьевич с ума сошел. Я еще не договорил. Итак, следующий уровень знания это когда человек уже абсолютно убежден, что все это отвалится, он вообще не беспокоится об этом табаке. Он просто начал усваивать то, что нужно еще глубже и глубже. И он вообще не беспокоится о своих недостатках. Хочется другую девушку, у меня жена, хочется мяса, хочется курить, пить и все прочее. Нет проблем. Ты почувствовал этот высший вкус, стремление к высшей истине, ты хочешь молитву, хочешь всем прощать, просить прощения, хочешь развивать свою жизнь, хочешь всем радоваться, хочешь заботиться обо всех, хочешь служить людям. Все, не беспокойся ни о чем, все будет не нужно отваливаться само. Когда, 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 когда придет время? Потерпи чуть-чуть. Я хочу быстрее бросить эту сигарету. Ну брось. Не получается. Не бросай. Хочу бросить? Брось. Не получается? Не бросай. А почему, Олег Геннадьевич, я так живу? Потому что ты не понимаешь, что думать надо не об этом. Начни думать о том, как помогать другим. Почему ты все время думаешь о себе? То ли бросить, то ли не бросить, то ли бросить, то ли не бросить. Отвлекись от себя. Начни помогать другим, и ты забудешь про сигарету, про все забудешь, что плохое у тебя есть. Все от тебя отвалится само, потому что когда человек в настоящей жизни начинает жить, и настоящую цель жизни понимает, ему не нужно ни о чем беспокоиться, что происходило с ним. Вы поняли, да, закон? То есть разум когда развивается, знание входит в разум, судьба меняется сама, человеку не надо беспокоиться, люди пашут как ишаки, чтобы изменить свою судьбу. Мы работаем, чтобы квартиру заработать, работаем, чтобы бросить курить, работаем бросить пить, работаем то, не надо этого делать. Направьте разум в нужную сторону, посвятите свою жизнь знанию. Когда знание придет правильное в сердце, и молитва станет радостной в сердце, и предание своему наставнику, и вера в Бога, и вера в самое светлое, чистое в людях, когда в людях начнешь чистое и светлое видеть, вот тогда все будет приходить само собой, и то будет приходить, что нужно в жизни, а что не нужно, Бог от этого отведет. будет все классно тогда, проблем не выйдет. Я ответил на вопрос знаний, по поводу знаний, почему я вроде бы знаю и не знаю одновременно, потому что знания развиваются. Гордыня, да. Видите, вы сами отвечаете уже на свои вопросы. Давайте, кто следующий, да, развитие личности. Олег Геннадьевич, добрый вечер. Спасибо вам. У меня вопрос такой, у меня сейчас ситуация такая, я вот хотела бы йогу преподавать, столкнулась с таким, православная церковь против как бы этого вообще, ничего страшного, это нормально. На исповеди, если приходишь и говоришь, что ты йогу преподаешь, они против, чтобы ты йогу Ну, это нормально. Ну, мне хочется, мне нравится, и я как бы давно хотела преподавать. Сейчас, в принципе, все к этому подводит. Ну, вы преподаваете то, что не против православной церкови. Есть же какие-то способы физического развития, которые приняты в православии? Почему вам это не преподавать? Церковь написана, кто преподает йогу, я говорю сейчас не про йогу, что вы к этой йоге привязались? Ну, вот я как бы цель у меня Вы преподаваете то, что церковь разрешает. Есть же какие-то, я вот плохо это знаю, кто знает, какие вот виды практики вот этой физической для поддержания здоровья церкви рекомендуется? Любые, кроме йоги. А? Любые, кроме йоги. Ну, какие? Пилатес. Как? Пилатес. Попутно. Ну, дайте микрофон вот женщине, она что-то говорит. Сейчас мы для вас будем немножко это. Ну, расскажите нам, какие практики? Ну, есть пилатес, очень похож на йогу. А что это такое? Это православная практика? Во всех фитнес-центрах есть такое? Нет, я говорю про православные какие-то, православные практики. Ну, я не думаю, что православие будет против пилатеса. Как физическое развитие воспринимается. Просто. Надо узнать, узнать, если узнать у своего священника, что можно преподавать для физического развития людей. И ради своего смирения преподавайте это пока. Развивайте смирение, понимаете? Вот этот бунт перед культурой духовной, это не то, что помогает жизни. Просто для развития своего предсмирения преподавайте то, что хорошо. И у вас сердце столько радости будет. Не только йога же лечит людей. Есть много видов разных физической активности, которые людям помогают. И здесь речь ведь не о йоге сейчас. Понимаете, о чем ведь речь? Речь о том, что вы не хотите подчиниться просто и все. Вы учитесь и все будет нормально. Да? А эта лекция будет выложена в интернет? Лекция должна быть выложена в интернет. А я просто приехал ведь с паломничества. Я вот сегодня прилетел самолет только с Индии. И я там целыми днями только духовной практикой занимался в течение недели. Чувствуется, да? Да. Значит, я не зря занимался этой духовной практикой. Спасибо вам большое. Вы все решаете. Да? Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я хотела спросить, вот, как преодолеть обиду по отношению к свекрови? Вы не сможете преодолеть обиду. Обида это наказание. Наказание не преодолевается. Вот смотрите, допустим, я стою в углу, как мне преодолеть то, что я стою в углу? Как? Давайте, давайте мы общаемся. Ну, принять, наверное. Действительно. Ну, я не хочу стоять в углу. Что мне делать? Ну, что мне делать? Бороться. С углом? Или с кем? Или с папой, который меня поставил? Что делать? Давайте оформим мысль. А? Наверное, с человеком, который поставил. Ну, Бог вас поставил в это состояние обиды. Вы что, с ним бороться будете? Ну, давайте, ну, давайте думать будем. Что делать? Молиться за него. Давайте будем вот что делать. Молиться, это не означает тупо лбом поубиться, понимаете? Молитва означает отношение. Это означает, что я чего-то хочу конкретного. И чего я конкретного хочу? Я хочу первое, что понять, как происходит прощение. Вопрос задан такой, как происходит прощение? Первое, хочу. Как вот так делается, что сердце облегченно вздыхает? И на свекровь никаких проблем нет вообще. Как так делается? Это первый вопрос, который вам надо задать себе. И второй вопрос. Если это делается так, то я хочу так делать. Ответ на первый вопрос такой. Это делается с помощью силы Бога. Вот смотрите, ваши отношения со свекровью приносят вам боли, потому что в этих отношениях заложены ваши прошлые поступки. Она начала являться вершителем вашей судьбы. Она стала перед вами наказателем, который вас за ваши прошлые поступки наказывает. Это всегда больно. И теперь вы хотите, чтобы эта участь, чтобы она когда-то закончилась. Вы должны сейчас одну вещь понять, что сначала надо получить силы терпеть ситуацию. Мы не говорим с вами о прощении. Мы говорим о ваших отношениях со свекровью, чтобы они стали принимаемы. Вы сейчас просто бунтуете. Нет, но они дошли до того, что я ее увидеть уже не хочу. Да, это называется бунт, это нормально. То есть это объем работы. Вот вы ее не хотите видеть. Это объем работы. Это столько кармы в вашу жизнь пришло. Столько судьбы через нее пришло. Представляете, какой полезный человек она в вашей жизни. Столько объема работы. А вы когда эту работу проделать, вы же станьте лучше намного. Вы хотите быть лучше или нет? Конечно. А? Конечно. Конечно. Вот смотрите, первое, что человек должен сделать, он должен сначала молиться Богу, потому что мы души, которые всегда являются проводниками чего-то. У нас нет силы простить вообще никакой. А сила через нас может пройти. Смотрите, сначала я молюсь Богу и при этом я думаю не о прощении, а я просто хочу ему служить. Или, допустим, святому человеку, который является проводником Бога. Я хочу тебе служить, я хочу тебе, я хочу жить для тебя. Я хочу, чтобы у меня знание в жизни было. Я хочу понять, почему вот или хотя бы за что, или хотя бы просто принять вот то, что у меня со свекровью. Может быть, я не достойно еще знать за что я такая так страдаю, но хотя бы я хочу, чтобы ты мне дал знать, что это нормально, что это правильно, что я страдаю в отношениях с ней. Я хочу знания в этой жизни. Я хочу тебе служить и хочу знания, чтобы это знание потом другим давать. Понимаете, да? Ну, а нас своей свекровью тоже не принято. Спокойно. Вы сейчас говорите о чем? Может быть. Вы сейчас не слушаете меня совсем. Вы меня не слышите. Я вам даю метод. Объясняю метод победы, но вы меня не слышите. Вы сейчас хотите результата. Это означает просто упрямство. Зачем вы упрямитесь, не упрямитесь? У вас есть уникальная возможность победить судьбу сейчас. Я вам даю метод. Метод передается всегда от человека к человеку. Допустим, вы тысячу раз в моих лекциях уже это слышали. Но я сейчас вам лично это даю. Я вам даю метод лично. Я вам говорю, смотрите, настройтесь на Бога, на Его представителя, на икону, которая представляет Его, на Священное Писание, на Святую Землю, на Святую чудесную, допустим, останки Святой Матроны, на чудесное место какое-то, которое вам должно помочь. На то, во что вы верите уже, во что вы веритесь. Что является силой, которая вам поможет в вашем сердце? Представительство Бога должно быть обязательно, иначе вы бы не пришли на эту лекцию. Во что вы верите? Бога. Ну, стоит, в чем это выражается? В виде иконы какой-то, или как вы с ним отношения строите? Да, в виде икон, молитвы. Все, замечательно. Теперь завтра утром вы садитесь на коленочки, начинаете молиться Богу, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Думать о нем, молиться ему, строить с ним отношения. Чем больше Бога в жизни, тем меньше страданий. Потом, после этой молитвы, вы просто смотрите себе в сердечко, вспоминаете свою свекровь, и думаете, а я ее видеть сегодня хочу, или все еще не хочу. И у вас сердце появится, о, уже немножко могу видеть ее. И вы говорите себе, вспоминаете лекцию, что развитие личности означает медленно, спокойно, постепенно, не торопясь. Все меняется в жизни так, и я это принимаю. Я буду завтра опять молиться точно так же. А потом, когда вы будете молиться вновь и вновь каждый день, вы будете замечать, что карма, вот это вот наказание, оно становится меньше, 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 меньше. И в какой-то из дней, знаете, что произойдет? Вспомните о свекрови, и у вас сердце будет спокойно. но этого еще недостаточно, это еще не победа. Будете продолжать молитву, и потом в какой-то момент вы узнаете о ней что-то хорошее. вы вспомните, что у нее есть хорошие черты. Она вот такой человек на самом деле, никак я о ней думал, а вот такой она человек. А потом вы дальше будете молиться, и на это настроитесь хорошая так сильно, что когда она будет воплощать свою судьбу перед вами, и будет делать вам больно, вы в этот момент будете пытаться помнить хорошее в ней, и в этот момент в ней что-то произойдет, а вернее в отношениях, в ваших отношениях с ней. Это точнее говорит, но вам будет казаться, что в ней. И вы увидите, как ваша сила, вашей молитвы стала сильнее того наказания, которое Бог вам сейчас дает через нее. Но это еще не все. В какой-то момент ваше сердце возликует, и вы будете чувствовать сильное облегчение, и будете чувствовать, что эта глыба, которая на вас сейчас нагрушилась, это глыба, действительно, она уже просто маленький камешек, который не имеет никакого значения для вас, ваша жизнь, никакого значения. Видите, вот то, что я сейчас делаю, называется благословением, потому что я увидел этот объем работы, и его проработал сначала на тонком плане, и он дал свое благословение. Спасибо. А теперь я буду требовать от вас, чтобы вы все делали, потому что вы лентяйка. Согласна. Обида на себя, что значит обида на себя? Давайте подумаем. Сейчас мы уже будем заканчивать, но вот сейчас я на последний ваш вопрос. чувство вины, ну это хорошо же. А, ну что, вам не хочется быть виноватой, получается? но не хочется быть виноватой а мне наоборот хочется быть виноватой настолько наглый что не считаю себя виноватой вы не наглая но я думаю что наглая но я просто это уже осознаю именно это чувство вины эти наглым можно быть по-разному смотрите из два способа быть наглым первый способ я просто не виноват и все чаще всего мужчины вот на ключе как как не знаю кто ну просто не виноват и все хочу с ним делать основном мужчины это наглость по-мужски есть еще наглость по-женски я виновата но делать с этим ничего не хочу а хочу от этого избавиться и поэтому мучаюсь это наглость по-женски уже и при этом так как я виновата значит я хорошая хорошая на сто процентов и почему это я такая хорошая должна быть виновата я же понимаю что я нехорошая и я делаю с этим ну то есть я и молюсь там и раскаиваясь сердце в одно время это все прошло и как бы такая легкость на сердце появилась но спустя некоторое время хотя я все продолжала делать опять это чувство появилось и вот что что знаете вот я сейчас вам одну вещь скажу что перед тем как молитва войдет в сердце нужно отчаяние сильно отчаяние что у меня нет отношений с высшими силами у меня с высшей истины с вот этой иконы вот с этим святым вот с этой молитвой вот этим святым местом нет никаких отношений как дурак сижу по утрам ничего не чувствую вообще просто тупо повторяю одно и тоже и я так уже надоело я хочу почувствовать то что в этом есть и когда человек вот в это отчаяние входит это жемчужное состояние оно очень неприятно тяжелое но именно то что сознательно человек должен ждать когда это отчаяние приходит в этом отчаянии бывает два способа направить себя первый так как вы себя направили я не хочу этого отчаяния а второй другой понять что это есть жемчужина после которой счастье наступает вот смотрите когда человек доходит до этого состояния и думает и все таки я хочу научиться молиться но у меня хоть и ничего не получается и в этот момент он получает милость немедленно получает вкус к молитве чистоту бог показывает ему как сердце очищается показывает как события уничтожаются плохие с помощью этих отношений он получает знания о том что есть другая жизнь совсем которая все побеждает полностью просто от того что ты ей живешь и не надо больше ничего другого и вот сейчас у вас сердце есть эта жизнь эта жизнь которую каждый человек должен жить я виноват я виноват я это так важно знать но вы не хотите перешагнуть потому что вы с этим боретесь только своими силами человек может быть виноват только перед кем-то то что вы говорите это просто полный обман потому что вы сейчас строить отношения с совестью это представительство бога в нашей жизни и вы виноваты можете только перед ней быть а когда человек свою вину отдает совести сразу же немедленно он чувствует счастье потому что когда человек перед совестью перед своей виноват совесть так радуется за него что после этой вины сразу же счастье приходит значит что такое скромность женщина женщина она чувствует себя неловко что все ей восхищаются это скромность это означает отношения с богом она богу говорит я красивая но я не хочу никого беспокоить это называется скромность это очень украшает женщину и она беспокоить всех что начинает еще больше этим и это хорошо теперь видите проблема заключается в том что вы не со сверхдушой строите свои отношения а самим собой грите я виновата вы кому говорите то себе себе а вот теперь попробуйте богу сказать я виноват скажите прям сейчас прям сейчас да нет моя хорошая вы себя виновата и не чувствуете перед богом ни за что вот в этом вся проблема видите проблема в чем заключается что если вы виновата и вы богу скажите я виновата и не хотите это говорить поэтому облегчение в сердце не наступает это видите хитрый такой способ я виновата и виновата и виновата и мне плохо надо просто сказать нет я виновата я не виновата винатая виновата ну-ка скажите я виновата я виновата я вам легче стало немного немного двигайтесь в этом направлении спасибо видите у женщины такая хитрость но они такие хитрые вообще женщины внутри даже они сами себя не понимают что там происходит настолько хитрые что сами себя не понимают у них такая хитрость есть и женская чиста когда женщина виновата что она делает она кроме и виновата я виновата я виновата для того чтобы не признаться себе в том что оно виновата она виновата начинает А надо просто честно себе сказать, я виновата. И все, и мучения сразу начинают, вот это вот через эту горку перевалить, понимаете, я не могу, я не могу повторять молитву честно, я не могу, я не могу, признайтесь себе в этом, признайтесь. И раз, Бог даст милость, я виновата. И в этот момент раз, легче стало все. А потом человеку будет хотеться это делать, надо чищать сердце, надо скрести там, выскребать все внутри. Олег Геннадьевич, можно вопрос послать? Ну вот у нас уже время кончается. Ну я быстро, я хотела спросить. Извините, они даже меня не спрашивают. Все равно вопросы, все. Ну, ну. Как усмирить свой ум? Ну как же вы усмирите, если вы старшего даже слушать не хотите? С помощью вот этого вот уважения. Мне там в святом месте одна женщина, я ее очень уважаю, она мне сказала важные вещи. Первый момент, когда она мне говорила, я так... Я такой уважаемый человек, она мне такие вещи говорит. А потом я смотрю в глазах, у нее глаза такие мудрые. И у меня в сердце сразу, выбирай, или духовная жизнь, или гордость, духовная жизнь, или гордость, духовная жизнь, или гордость. В сердце мне Бог говорит, прям вот, я ее слушаю, и она тебе говорит, духовная жизнь, или гордость, выбирай. Я говорю, духовная жизнь, тогда слушай. Я начал слушать. Уважение усмеляет ум немедленно. Уважение. Видите, я уже ответил на ваш вопрос раньше, чем вы его задали. Вы спросили, можно задать вопрос? Я говорю, ну уже конец лекции. И если бы вы дальше ничего не делали, у вас бы умрас и расслабился. Успокоились. Да, конец лекции, все. Я уважаю вас, Олег Геннадьевич. Вы приняли? Да, хорошо, спасибо. А у вас ум успокоился? Ну, я думаю, что начал. Двигаемся вперед, смотрите. Вы очень разумный человек, я вижу это. Смотрите, сейчас вы поймете это. Вот Олег Геннадьевич, его просят закончить лекции. Там уже стоят люди и думают, блин, неужели дальше лекция будет продолжаться? Аренду там, мы же заплатили за определенное количество времени. Надо желать счастья уже. Зачем он занимается все, продолжает с этой девушкой говорить? Все, давайте уже счастье желать. Нет, нет, стоп, мы не начнем, пока ум не успокоится у вас. А для этого вам надо одну вещь сделать. Вам надо думать. Вот я, Олег Геннадьевич, очень уважаю. Вам так надо подумать. Чувствуете успокаиваться? Все. Почувствовали? Вот я тоже почувствовал. Почувствовали? Вот и все. Вот она система. Так успокоить ум. Ум должен принадлежать кому-то. Всегда должен быть старше. И всегда человек все в своей жизни делает перед кем-то. Не перед самим собой, а перед кем-то. Когда человек делает перед кем-то, тогда ум спокоен. А когда он делает перед своим собой, он сбалмошный. Понятна система? Ну ладно, я очень благодарен вам за то, что вы мою демагогию слушали 3 часа. К сожалению, я сегодня мало пел. Потому что у меня другое настроение. Я только что вернулся с очень возвышенного места. И там проводил время с очень возвышенными людьми. Непевучее настроение. Простите меня. Но в следующий раз я приеду, буду петь обязательно. А Новый год, это все на сайте, вся информация есть. Там в своем месте точно, точно. Да, там и клоуны будут, там такое будет страшные вещи происходить. А вы на споете? Спою обязательно. Давайте будем желать всем счастья. Я очень благодарен вам всем, кто остался, кто и не остался. Все уже поздно, люди спешат домой. Я очень признателен вам за то, что вы пришли на эту лекцию. Знаете по какой причине? По той причине, что эти лекции, они не актуальны. Вот есть темы очень актуальны. Это, если бы те лекции назывались «Семейное отношение», «Воспитание детей», «Преодоление стресса», то это работает всегда. Люди приходят на эти лекции. Я в своей жизни в какой-то момент сказал себе «Точка!» Я не хочу больше заниматься тем, что я буду собирать людей на актуальные лекции. Я хочу говорить о том, что трогает сильно мое сердце. И все. И это будет лучше. Потому что если мое сердце трогают ваши, вот эти вот высказания, которые Лев Толстой собрал в своей книжке, трогают мое сердце. Я хочу об этом говорить. Я поэтому вам очень благодарен, что вы ко мне пришли. Не к теме «Воспитание детей», а ко мне пришли сейчас в этот зал. Потому что это моя тема. Потому что мало кого. Ну вот развитие личности. Мы все знаем, как ее развивать. Но что вы об этом слушаете? Вы пришли ко мне. Я вам очень благодарен. Всем. Всем без исключения. Спасибо вам большое. У нас очень много. И я хотел бы сейчас, чтобы мы все сосредоточились и потренировались. То есть в древней культуре ведической было такое правило, понятие, которое развивает мир и любовь между людьми. Это понятие называлось шанти-мантры. То есть что такое шанти-мантры? Люди разных культур, религиозных, когда собираются вместе, они не могут свою молитву повторять. Потому что у всех разные молитвы. И поэтому существовало в древней культуре такие шанти-мантры. Это вообще такие настрои, которые ничего общего вообще не имеют с никакой религиозной культурой. И одновременно все общее. Это то, что присуще всем людям. Вот, допустим, вот этот шанти-мантры, первую строчку, у которой шанти означает мир. Эта молитва направлена на мир. То есть, смотрите, вот эта вот молитва, которую мы будем сейчас повторять, она из четырех строчек состоит. Мы будем повторять только первую. Первая строчка. Сорве баванту сукинага. Я желаю всем счастья. Сорве шанту нирамая. Я хочу, чтобы на этой земле был мир. Чтобы люди жили в мире. Сорве бадрани пашянту. Я хочу, чтобы у всех была удача в жизни. Я хочу, чтобы все были, ну, как бы, чтобы их жизнь, она в правильном русле текла. Накашчет дук кабабовит. Я не хочу, чтобы кто-либо страдал. Классно? Какой это религии принадлежит? Ко всем религиям. Вот мы будем повторять первую строчку, иначе запутаемся. Просто я желаю всем счастья. Это также развивает возможность молиться, потому что люди должны собираться вместе в большом количестве для того, чтобы настраиваться. Когда мы собираемся в большом количестве, то это дает возможность нам потом культивировать молитву. Вы даже можете записать вот эти вот, когда мы повторяем, я желаю всем счастья. И под этот настрой свою молитву потом дома повторять, вы будете вместе со всеми, и вам будет легче. Вы будете чувствовать силы, энтузиазм, вам будет хорошо. Потому что нас много, понимаете? Мы сейчас все вместе будем настраиваться определенным образом. Каждый в своей вере, внутри своей веры, ничего мы не меняем. Внутри своей веры вспоминает свою святыню. Кто-то имя Бога вспоминает, мусульмане имя Бога, святую книгу, кто-то изображение Бога, кто-то святого человека, кто-то святую землю, кто-то там вспоминает молитву какую-то, просто на нее настраивается, на саму молитву, и о ней думает. Каждый вспоминает свое. Мы кланимся святыне и просим у нее, я хочу тебе служить. А вот то, что мы повторяем, это является результатом нашей просьбы. Потому что мы что повторяем? Я желаю всем счастья. Какого счастья? Которое исходит из этой молитвы. У меня просьба там, может, чуть-чуть подождать, ничего не делать, пять минут. Потому что любой шум сейчас будет мешать. Счастья – это же вполне конкретная вещь, понимаете? Вот надо думать, я хочу тебе служить о святыне. Я желаю всем счастья. Это то, что оттуда пришло уже. И больше ни о чем думать не надо. О себе, что я такая хорошая, что у меня все хорошо должно быть в жизни. Это не наше. Это то, что Бог сам делает. Мы делаем, живем тем, что мы думаем о том, что мы хотим Ему сделать сейчас. Хорошо? Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Любви, духовного знания, удачи, всего самого ценного и светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время. Спасибо вам большое. Сейчас у нас по традиции, видите, люди приносят цветы для того, чтобы я их вам подарил. Вот еще у нас розы стоят. Я желаю всем счастья.